Всем привет! И сегодня у нас на обзоре самый маленький пауэрбанк от компании Xiaomi на 5000 мАч. И сегодня мы постараемся узнать, зачем нам такой пауэрбанк, когда есть такой, более большой и ёмкий. Пауэрбанк поставляется в стандартной для компании белой упаковке. На обратной стороне имеется краткое описание устройства. Номинальная ёмкость составляет 5000 мАч. При напряжении 3,7 Вольта ёмкость составляет 5000 мАч. А при напряжении в 5,1 Вольт, как мы обычно и заряжаем наши гаджеты, ёмкость пауэрбанка составляет уже 3300 мАч. Поддержка выходного тока 5 Вольт на 2 Ампера. На выходе USB выдаёт 5,1 Вольт на 2,1 Ампера. Окей, по упаковке всё. Теперь открываем коробку и смотрим, что лежит внутри. Внутри мы имеем сам пауэрбанк, микро-USB кабель для зарядки, а также инструкцию на китайском языке. Вот так выглядит инструкция. Вот так микро-USB кабель зарядки. А вот так выглядит сам пауэрбанк. Первым, что бросается в глаза, это малая толщина корпуса устройства, а также лёгкий вес. Корпус выполнен из алюминия и, по заявлениям производителя, обеспечивает не только красивый внешний вид, но и высокую прочность устройства. Снизу имеется маркировка с техническими характеристиками. На верхней части располагаются кнопка питания, светодиодные индикаторы, микро-USB порт для зарядки пауэрбанка, а также стандартный USB разъём для зарядки внешних устройств. Вот так пауэрбанк выглядит в сравнении с пауэрбанком на 20 000 мАч. Что касается веса, то он более чем в два раза меньше модели на 20 000 мАч и составляет примерно 150 грамм. Пауэрбанки компании Xiaomi изготавливаются из высококачественных комплектующих. Не стал исключением и наш экземпляр. Пауэрбанк обладает высокой степенью защищённости, имеет защиту от перегрузок и чрезмерной зарядки, защиту от перенапряжения на выходе, механизм сброса, а также прочие механизмы защиты. Проверим входную ёмкость пауэрбанка с помощью специального тестера. Перед этим полностью разрядим устройство. Итак, от 0 до 100%, о чём свидетельствуют 4 светодиодных индикатора, пауэрбанк зарядился за 5 часов и 39 минут, а входная ёмкость устройства составила 4377 мАч. Для проверки выходной ёмкости пауэрбанка зарядим смартфон LG G3, ёмкость аккумулятора которого составляет 3000 мАч. Для зарядки используем собственный USB кабель смартфона. По количеству светодиодных индикаторов можно мониторить примерную ёмкость устройства. 4 индикатора означают, что уровень заряда находится на уровне от 75 до 100%, 3 индикатора от 50 до 75%, 2 индикатора от 25 до 50% и 1 индикатор означает, что заряда осталось примерно от 0 до 25%. После 4 часов и 29 минут аккумулятор смартфона зарядился на 100%. За это время пауэрбанк передал 2700 мАч заряда. После зарядки смартфона в запасе у пауэрбанка остался ещё один горящий светодиод. Теперь для полной разрядки пауэрбанка подключим к нему через тестер пустышку с силой токов 2 А. В итоге полная выходная ёмкость пауэрбанка составила 3129 мАч. Этот объём энергии устройство передало за 4 часа и 43 минуты. Что же в итоге можно сказать о данном пауэрбанке? Для себя я сделал следующие выводы. Главным преимуществом данного пауэрбанка являются компактные габариты и лёгкий вес. Так как у меня есть опыт использования пауэрбанка на 20000 мАч, то я могу сказать, что такая ёмкость для повседневных нужд является избыточной. Чаще всего нам приходится банально заряжать смартфон, с чем может справиться пауэрбанк и на 5000 мАч. При этом вы будете носить с собой более лёгкое и компактное устройство. Из недостатков данного устройства я бы назвал алюминиевый корпус. Да он прочный, да он красивый, но для меня более важным является сохранность заряжаемого устройства. Так, например, если экран смартфона будет соприкасаться с металлом, ничего хорошего из этого не получится. Как вариант, можно докупить силиконовый чехол на сайте Алиэкспресс. Ну что же, пожалуй, о пауэрбанке. На этом всё. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok